Нет, нет, нет. Мы меня же на фронт не брали, мне бронь давали, а потом мы загорели, когда у меня все документы погорели. Муж выручил через райбоэнкомат, а я думаю, ну женщину в селе, чего нахрен им нужно, и так ей не вручал ничего. А сейчас вот и требуется, ну их нет документов. Нет, я на фронт не была. А вы были в плену? Нет, нет. Нет? Нет. А ваши знакомые, какие-нибудь там подруги, товарищи? Ну подруги тоже вот, которые с нами работали. Одна пришла у них уже на декрету домой. Одна там погибла, а больше нет. Насколько вот ощущалась на войне помощь от союзников СССР? Ничего не давали. Ничего никакой. Наоборот, военный заимств нас, налоги, все. У меня мать даже пензи копейки не получала. Ничего. Это уже начали давать после войны. И то вот, чего ей не давали. Потому что, значит, она жила со мной, но я ее дала с наврулькой ничего. Ну все. Нет. Тогда и помощи никакой оттуда не было. А где и как вы встретили День Победы? 9 мая 1945-го? Дома. Дома. Что вы делали, когда узнали? Ну мы когда узнали, мы люди веселились, с них уже играли. А мы плакали. Наш не придут. Ну а мы плакали. А людьми уже веселились и все. Играли. Но все равно было настроение и то, что война кончилась. Думаем, ведь лучше жизни как будет. Работ хоть много было. А какой фильм о войне? Вот по телевизору смотрите? Сейчас. Ну вот вообще, когда фильм о войне, какой из них более правдивый? Я вот, да кто из них правдивый? Я как-то в них особо. А так, я вот большинство, я тут 4 лет шоу был. Вот это вот мне нравилось кино. Это все. Как вроде, она пережитная. У меня родственники были в плену. У него в Ростове живут. По рассказу их им. И я вот думаю, как они прятались там и все. А какой фильм о войне вы могли бы посоветовать, чтобы молодежь посмотрела или книгу какую-нибудь, чтобы прочитала, по вашему мнению? Вот для молодежи сейчас нужен какой-нибудь колхозный, как мы работали. Вот такой рабочий какой бы. Вот особенно я... Ой, как уже так... Было кино интересное. В Колхозе как-то работали, все. Один наш раненый был летчик. И вот он их уже сбили. А он там спасся. И в пустой избе идите там за печкой. А в этой... У них уже домики. На немцев одна женщина хлеб пекала. Ну... Ну и она узрела и все... Вот все сообщила этим немцам. А в нем его взяли. Но он выжил. Выжил. А у него, когда упал, у него язык как-то тот отрезанный был. Она знает об этом. Ну а потом выжил. И вот после войны... В каком же тот году была... Фильма. Работали эти женщины на колхозном поле. Лук убирали, помню. Оно. И он шел. Он знает ведь, какая деревня. И все. И он выжил и пришел. И вот и дядь попает. Ну и остановилась с ними. Стал разговаривать. Это все такое. Ну и... Он стал объяснять, как... Она говорит, нет, этого я бы солдат сейчас из тысячи, говорит, угадал бы. А он говорит, почему бы стал угадывать-то его? У него, говорит, языка много нету. И вот он подошел к ней так. Вот у нее лук и все выспался. И такое. Вот интересно кино. И как работали. Какой у них уже и хлеб мало. И как... Тоже были и после... У них уже войны. А такие ведь предкативутся. У них уже мужчинцы. Над женщинами тоже чудочек поиздевались. Как вы думаете сейчас, как вы думаете, почему бы началась война тогда? Об этом я даже ничего не скажу, как, как, почему. Вот, все. Да ладно. Ведь вроде говорили ему вот так послушать. Я думал, что с нами говорили, что он хочет немец. Но он, говорит, только заключил договор с нами. Да, да. Да. Он неожиданно ведь налетел. Вот. Вам хочется что-нибудь еще добавить вот ко всему сказанному? Да чего ж я добавлю. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Нашей молодежи трудиться, любить свою страну и защищать ее надо. Спасибо большое. Вот. У нас... Одну ногу поставить. Вот и отец пришел ранее. У нас сын первый. Он был вот этим, на этих, на мурзельках, какие-то мурзельки. Вот он в больнице был. Одну он, наверное, была. Ну. И он побал даже под облучение. Он у нас пять месяцев отлежал в одиночке. Да. Но все-таки, вот благодаря таким мне тоже людям, врачу, как говорится, полковник, он от него не отходил. И пять месяцев его никуда не выпускали, к нему никого не допускали. Ну, выжил. Все. Пришел. Нормально. А не был ни ворове, ничего. Просто скелет человека. И все. Шкуру затянут. Все нормально. И женился. Сейчас он живет в Литве у нас. Ходит за границей. Сходил в море. Заместитель. Ну, он начальник экспедиции был. Институт кончил. Все. И женился. Двое детей у него. Сын и дочка. Сын тоже ходит сейчас в море. В Америке. Дочка в Англии. Они в Литве. Или. Слына за трPhone.